О май гад, ребят, видели бы вообще сколько вещей сейчас вокруг меня, это просто капец. Моя комната это будто бы какой-то склад. Да, я не просто так решила себе устроить здесь такой погром, я разложила все свои вещи, и не только вещи, чтобы собраться на море. Потому что уже через два дня, или подождите, не через два дня, через день, ну уже послезавтра, короче, в три часа утра, отлично, я высплюсь. Нет, я думаю, вообще не ложится спать, потому что если я лягу спать, и меня разбудят, то я потом буду себя чувствовать вообще ужасно, так что я думаю, вообще не ложится до этого времени спать. Так что да, уже послезавтра я буду на море, и сегодня я хочу вам показать все вообще, что я беру туда, начиная там вещей, купальников, заканчивая разными умывалками, уходовыми средствами, короче, все, ребят, готовьтесь, это будет просто мощнейшее, масштабнейшее видео на моем канале. И начать я хочу с одежды, она вот здесь вот разложилась возле меня, здесь очень много всего, хотя, если честно, не так много. Мне кажется, в прошлые разы я брала намного больше, и поняла, что, наверное, половину всего я 100% не носила, так что здесь уже меньше. Так, наверное, я хочу начать сверху. Здесь всякие топы, футболки, майки. Первое, что я вижу, это вот такой вот топ, я уже когда-то снимала в нем видео, он очень классный для лета, это вообще особенно, когда тепло, жарко, потому что, как мы звонили в то место, где мы будем, это Азовское море, то сейчас там 38 градусов. Вот, отлично. Потом здесь еще таких вот два топа, один черный, я его либо под рубашку буду одевать, вот эту вот черную в полосочку, я вам уже когда-то показывала ее. В каком-то из видео о покупках из секонда вы тоже многие говорили, что это очень круто вместе смотрится, так что я думаю, что, возможно, сделаю какую-то фотосессию с этим топом и этой рубашкой подумаю. Еще вот такой вот топ, это просто там для каких-то занятий спортом, если я буду заниматься. И еще вот такая вот футболка, она не вывернутая, ну, понятно, хорошо, что хотя бы не грязная, не вонючая, постиранная, да. Вот такой вот топ, это вообще моя любовь, он обычный, и мне его дала мама, но это, наверное, не топ, это более как футболка, мама моя когда-то носила эту футболку. Еще вот такая вот белая кофточка, тоже я ее очень люблю, я ее покупала в прошлом году в Пумбир, она такая летящая, легкая. Еще немного похожая вещь, если честно, я вообще не похожая, не знаю, почему я сказала, что похожая. Это вот такая вот кофточка со спущенными плечами. Я ее ни разу не одела за это вот теплое время в нашем городе, и думаю, что, возможно, я хоть на море ее поношу, потому что она мне очень нравится, она такая девичья. Еще одна моя светлая любовь, это вот такая вот белая футболочка на завязочках, я покупала ее тоже в Second, у меня тоже есть видео, где я рассказывала о ней, и у меня также есть такая же черная футболка с этими же завязочками, но я решила, что зачем мне можно сказать две одинаковые вещи, да и плюс в черной, мне кажется, будет жарко. У меня очень много белых вещей, я сейчас заметила, я просто люблю, особенно как смотрится белый цвет на загорелой коже, а думаю, когда я буду на море, у меня уже 100% будет загорелая кожа. Еще одна футболка, вот такая вот тоже, самая вообще обычная футболка, простази, но мне кажется, такие вещи и нужно иметь, она сочетается с всем отлично. И еще одна такая белая рубашка, это вообще, ребят, мужская, я всегда, кстати, говорю не мужская, а мужская. Это уже у меня какая-то фишечка такая, я понимаю, что правильно говорить мужская, но я не знаю почему. Это такая вот рубашка, мужская, в размере L, мы ее когда-то покупали в Second с моей подругой Юлей, потому что мы ставили вместе танец, дуэт, и у нас был такой костюм, как мы сами себе придумали, рубашка и шорты, ну не шорты, велосипедки там, наколенники, короче, это прикольно смотрелось. И тоже, знаете, мне очень нравятся разные фотографии на море, в белой рубашке, и я тоже очень хочу как-то так пофоткаться. Еще беру вот такую вот джинсовку, думаю, в какие-то холодные вечера, хотя мне кажется, что вечера будут теплые, но кто его знает, возможно, тоже просто для фоток, либо же, когда будет не очень летная погода, я ее буду носить, потому что я ее просто обожаю. Теперь дальше идут всякие разные шорты, штаны, велосипедки, это опять не вывернутая вещь, сейчас, 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 просто обычные шорты, чтобы в них ехать, они удобные, и я думаю, такая вещь мне нужна. Потом джинсовые шорты, которые, кстати, очень редко носила вообще у себя в городе, но думаю, что на море я их буду носить. Это из Сенсей, я покупала еще два года назад их, но нормас. Мои любимые шорты это вот такие вот светленькие из Пуэнбир, еще к ним я беру ремень, потому что с ремнем они очень круто выглядят, и знаю, что буду их, наверное, носить, почти не снимая на море. Также беру велосипедки, просто обожаю этот тип одежды, и для каких-то там разных тренировок, если я, конечно, буду их устраивать, и просто быстро одеваешь, удобно, красиво. И взяла еще такие вот теплые штаны, они не очень теплые, конечно, просто если будет какой-то прохладный вечерок, и там, чтобы комары не кусали, потому что я уверена, что комаров будет много, так что отлично. Сейчас повыворачиваем вам дальше вещи, потому что здесь почти все дальше не вывернуто. Потом идут платья, это вот такое вот красивое, мне очень нравится это платье из Reserved. Оно, конечно, вообще было бы идеально, если бы у меня была фигура, прям, знаете, с такой худенькой талией, с бедрами. Моя фигура немного не такая, но все же оно очень классное, легкое, красивое, и там либо же под вьетнамки, либо же под кроссовки смотрится отлично. Дальше платье, которое я вам уже показывала, тоже в каком-то видео, где я рассказывала вам о покупках из Second. Очень часто я его и сейчас ношу дома, и знаю, что на море тоже буду носить прям каждый день, мне кажется. Это вот такая вот накидка, да, немножечко выглядит странно, но в прошлом году, когда мы были на море, я правда реально очень часто в ней ходила, потому что это очень удобно и в комнате по номеру, и там если на пляж пройти тоже, то я знаю, что эта вещь мне нужна. И еще одно платье, оно сейчас стало очень коротким на меня, но мне очень нравится, как оно смотрится именно на моей фигуре, оно, так сказать, подчеркивает все достоинства, прячет все недостатки. Дальше идет такие вот пижамки, это просто две пары шорт, две футболочки, маечки, ну, пижамка же нужна, нужна. Плавно проплывает нижнее белье. Теперь купальники, я взяла три купальника, еще отдельно один верх, риф у меня есть, не знаю, поношу ли я все, но думаю, за 14 дней, всегда мы едем на море на 14 дней, я поношу все, что у меня есть. Первый купальник, это вот такой вот черный, с обычными вообще черными плавками. Второй купальник я взяла, если мы будем ездить на какие-то там озера, потому что там рядом есть очень соленое розовое озеро, в котором можно купаться. И это вот такие вот трусики и вот такой вот лиф, да. Потом еще есть вот такой вот просто лиф, чтобы загорать и не было никаких тлямок, там ничего. Он тоже хорошо смотрится, например, просто с черными плавками, потому что розовых плавок у меня уже где-то нет. И купальник, который я сейчас ношу чаще всего, когда мы там ходим на речку у себя в городе, это вот такие вот плавки и вот такой вот топ. Покупала я его в прошлом году в каком-то инстаграм-шоуруме, магазине. Дальше идет обувь, я беру вот такие вот черные кроссовки, там либо же чтобы бегать, я знаете, так мне кажется преувеличиваю свои шансы, буду и бегать, и заниматься спортом. Но как бы ожидания у меня есть, не знаю, получится ли оправдать у меня эти ожидания, но надеюсь получится. Потом я беру еще вот такие вот сандалии, желто-цветочные. Они у меня, кстати, уже два года, у меня за это время нога нера выросла, но они кожаные и они очень удобные. И обувь, которую я ношу сейчас каждый день, она мне, конечно, уже натерла просто все, это вот эти вот вьетнамки беленькие такие. У меня уже натертые все пальцы, ноги, стопы от этих вьетнамок, но я их все равно ношу. Еще из головных уборов я беру вот такую вот кепку, я знаю, что мне кепки не идут, я выгляжу очень как-то странно в них, но как бы от солнца защищаться нужно. И кроме вот такой вот кепки я беру еще панаму. И знаете, вот если бы мне, например, мама в прошлом году сказала, что я в следующем году вот так вот сама захочу брать панаму, я бы подумала, мам, типа, о чем ты, панаму носят дети в садике. Но просто как? Мода и всякие тренды нереально на нас влияют. Эта панама еще вообще моего папы, он ее носил на какие-то там рыбалки, хотя мой папа не ходит на рыбалку, я не знаю, куда он ее носил, но это, короче, папина панама. Но сейчас, как вы знаете, панамы очень актуальны, да, я, ну, выгляжу как очень актуальный модный фэшн-человек, конечно, как иначе. Из одежды это все. Дальше, что ни с чем не связано, это вот такой вот коврик для фитнеса. Знаете, вообще в планах у меня брать коврик, выходить и заниматься спортом, там, делать зарядку на берегу моря или в целом где-то там. Короче, не знаю, получится ли у меня. Я вообще планирую снимать видео из моря, снимать влоги, буду вообще показывать, как я вам, так, как я там шиву и рассказывать, что я вообще там делаю. Так что узнаете в следующем влоге, занимаюсь я вообще там спортом или нет, потому что я сама не знаю. Вот. Так вот и продолжим все это видео. Это вот подушка, чтобы, так сказать, шея была удобнее. Не скажу, что мне очень удобно в таких подушках, но сейчас просто сзади нет опоры, а когда она будет, я уверена, что мне будет ехать намного лучше, потому что ехать там нам из нашего города на море где-то 9 часов. Еще я взяла очки, которые я совершенно не ношу у нас в Черкассах. Это вот такие вот очечи солнцезащитные. Не знаю, идут ли мне, мне тоже всегда кажется, как с кепками, что они мне не идут, так мне кажется, что мне не идут очки. Так, сейчас я покажу вам всякие косметические штуки. Уходовые, начиная от всяких шампуней, заканчивая разными духами и в целом просто косметикой. Ну, вначале это всякие неинтересные солнцезащитные и после ожоговые уже, если защита не помогла штуке. Это такой вот спрей для всего тела. Это крем именно для лица. Здесь SPF 50. Я стараюсь кремом с SPF пользоваться и не только там на море или когда я иду на пляж, а в целом вообще типа постоянно, потому что это реально важно. И вот такие вот два... два... Пантенола. Это такой, знаете, немножечко успокаивающий, проохлаждающий. А это просто обычный, но который как раз вот лучше помогает именно от каких-то солнечных ожогов. Надеюсь, у меня не будет никаких солнечных ожогов. Потом, конечно же, шампунь, бальзам. Есть для душа, как без этого. Боже, он так вкусно пахнет клубничкой. Также для всего тела я беру вот такой вот скраб. Это такие маленькие, будто бы конфетки. Ммм, как же он вкусно пахнет. Это, кстати, я купила в прошлом году на море, на каком-то базаре на море. Также беру вот такое вот кокосовое масло. Я им пользуюсь и для ухода за волосами, и также, когда я на пляже. Чаще всего на все тело я не наношу вот такой вот типа специализированный спрей с защитой. Я просто наношу кокосовое масло, потому что оно тоже защищает от солнца, увлажняет кожу. И мне очень нравится его запах. И в целом я обожаю кокосовое масло. Для ухода за лицом я беру вот такую вот серию, которую купила не так давно. Это гель с щеточкой от Гарниер. Мне очень нравится эта щетка. И также мне безумно нравится, что у этой серии какой-то такой вот мятный запах. И в целом, когда я наношу это на свое лицо, особенно летом, когда жарко, это прям просто отлично, потому что это очень охлаждает мое лицо. И это вот такой вот тоник, тоже очень классный охлаждающий эффект. Это все для чистой кожи, для немного жирной кожи, потому что летом у меня такая жирная кожа. Также я беру вот такой вот скраб с малиновыми косточками. И вот такой вот маску для лица. У нее тоже охлаждающий эффект. Надеюсь, я буду всем этим пользоваться. Конечно же, там просто мыло для рук, дезодорант. Я беру еще крем для тела, такой вот маленький. Я его покупала в прошлом году, тоже вообще не пользовалась. И думаю, для моря это отлично. И обычный крем для лица. Также для ухода за волосами я беру вот такой вот спрей. Это в целом и термозащита, и защита от солнечных лучей. И спрей для того, чтобы волосы лучше расчесывались, чтобы выглядели более красивыми. Из всяких пакучек, духов я беру вот такой вот body mist, спрей от Avon. Это вообще мой любимый спрей. Это запах гранат и манго. И еще у меня есть вот такие вот маленькие духи, роликовые, тоже с ароматом манго. Он такой сладкий, но в то же время какой-то свежий. Уже не так много осталось, и это хорошо, потому что я думала, что я вам буду тут рассказывать часы во всем этом. Также я беру плочку. Эта часть, которая просто подключается к розетке, это насадка для гофре и насадка для выравнивания волос. Я, конечно, вообще не выравниваю волосы, но насадка для гофре мне очень нравится. И также насадка для кудри. Из косметики я беру только румяна, консилер, тушь, бальзам для губ, гель для бровей, подводку и помаду. Все. И, конечно, чтобы смывать косметику, я беру мицеллярку и вот эти вот ватные диски. Также беру здесь вот такие вот всякие там резиночки, заколочки, невидимочки. Волосы же собирать нужно. Также я беру с собой блокноты, чтобы что-то писать, возможно, какие-то мысли, идеи. Конечно, также я беру технику, камеру, штатив, всякие разные аккумуляторы, зарядные устройства. Но мне кажется, это не очень интересно вам показывать. Так что, да, ребят, это все, что я беру вообще с собой на море. Сейчас все это я буду упаковывать. Когда я буду на море, я планирую тоже не оставлять канал, снимать какие-то видео. Надеюсь, у меня получится это делать и там будет интернет, чтобы это все выложить. Не забывайте, не скучайте. Я вас очень люблю. Целую, обнимаю и всего самого лучшего желаю.